Молодой маме Валентине повезло. У нее подрастают два помощника. Дети с удовольствием выполняют домашние дела. Старшая дочь Катя, например, ответственная за вынос мусора. Доченька, вынесешь мусор? Да. Пожалуйста, подушечку. Спасибо. Здравствуйте. Только выходя из дома, девочка сталкивается с шокирующей реальностью. В их подъезде на мусорных ковшах отсутствуют ручки. Чтобы цивилизованно выкинуть отходы, приходится пачкать руки. Очень много людей, которым все равно, которые относятся к этому. Знаете, мне одна жительница нашего подъезда сказала так. Я в подъезде не живу, что здесь творится, мне все равно. Но мне не все равно. Мои дети это видят. Они считают, что так и должно быть, но так не должно быть. Люди должны жить в благоустроенном подъезде, чтобы себя как минимум уважать. Будучи построенным почти полвека назад, это дом номер 5 на советском проезде. Ремонт видел всего несколько раз. А капитального, как говорят местные жители, и вовсе не было. Стены обшарпаны, плитка потрескалась, окна пропускают тепло. Плюс к этому грязь и тараканы. Обыкновенная влажная уборка уже не спасает ситуацию. Подъезд нуждается в хотя бы косметическом ремонте. Постоянно грязь, что-то ломается, что-то... Очень много, конечно, в принципе, недостатков. Но хотелось бы, конечно, чтобы было бы лучше. Выход есть. Сейчас на территории Московской области реализуется программа «Мой подъезд», которая создана, чтобы сделать все подъезды регионы красивыми и облагороженными. В Ленинском районе в этом году запланировано отремонтировать порядка 530, но это лишь часть. Валентина и ее соседи не попадают в программу. Возникает вопрос, каким образом отбирались дома? В первую очередь мы определили те дома, которые у нас не значатся в должниках. Второе, там, где будет проводиться капитальный ремонт домов. И так как сроки выполнения капитального ремонта от нас не зависят, поэтому мы тоже их пока не стали включать. Третий принцип – это инициатива жителей, возраст домов. Но в первую очередь инициатива жителей. Которая исходила от старших по домам. Только имея инициативную группу жильцов, на общем собрании можно решить все нюансы будущего ремонта. В том случае, если старшего по дому нет, реализация программы становится невозможной. Вот и в доме Валентины такой группы нет. И чтобы на их подъезд обратили внимание, в первую очередь жильцам придется провести собрание и выбрать того, кто будет представлять интересы их дома. Будь в нем старший, он бы давно был в плане и уже был бы в работе. А сейчас нам предстоит та процедура, о которой я сейчас сказал, подыскание активистов, выборы, определение объемов работы. Это может затянуться на многие дни, а может быть и месяц. Время, чтобы провести выборы и включить дом в план текущего ремонта у жильцов еще есть. Реализация программы продолжится до 30 ноября. И если все пройдет быстро и удачно, то здесь отремонтируют входную группу, напольную плитку. При необходимости установят новую металлическую входную и вторую тамбурную двери, покрасят стены и потолок, заменят светильники, починят мусоропровод и окна. Отдельная тема – это состояние лифтов. И даже если подъезд включат в программу ремонта, лифт ремонтировать не будут, потому что это уже совсем другая программа. Лифты меняют только во время капитального ремонта. А вот когда он настанет в этом доме – неизвестно. Люди уже согласны и на косметический. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Катерина Чернышева. Видное ТВ.